Ника, ну, ваше дело стало одним из самых громких за последнее время в Грузии, и не только в Грузии оно обсуждалось, так как вас сначала приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Грузии, дело это называлось по обвинению в злоупотреблении служебным положением, в итоге год вы провели в тюрьме, и вас президент Грузии месяц назад, примерно месяц назад, помиловала. Для тех, кто не знает и кто не в курсе всех хитросплетений и что за этим всем стояло, пожалуйста, вот давайте начнем с того, что вы расскажете. На самом деле, почему вы попали в тюрьму, то есть за что грузинская власть вас посадила? Спасибо за приглашение. Я вкратце расскажу, как все было. Ну, в принципе, началось это с 2012 года, когда я стал генеральным директором самого крупного, тогда самого крупного вообще канала в Грузии, и тем более самого крупного оппозиционного канала Рустави-2. Я был до 2019 года директором Рустави-2, и наезды на канал они начались сразу же после прихода к власти грузинской мечты, вернее, так интенсивно они начались со второй половины 2014 года, когда якобы законные владельцы начали претензии предъявлять настоящим законным владельцам, то бишь тогдашним владельцам. И, конечно же, ударными темпами этот процесс закончился в Грузии по всем трём инстанциям. И мы обжаловали это в Страсбурге. И произошла такая странная вещь. Впервые за историю этого суда было принято временное определение о приостановлении решения Верховного суда страны, в этом смысле Грузии, по гражданскому иску, так как суд посчитал, что до конца решения этого дела был большой риск свободе слова. И это случилось впервые в этом суде. В конце концов, в Страсбурге мы через два с половиной года проиграли это дело, но два с половиной года мы, ну, почему и как, это уже другая история, не самая приятная. Но два с половиной года грузинская демократия ещё поддерживалась Руставе-2. В 2018 году с большим участием нашего канала, я так скажу мягко, грузинская мечта впервые проиграла выборы в Грузии. Это конкретно выборы президента Грузии, первый тур. И там уже наша судьба и моя, в принципе, решилась, как бы... Иваничвили решил уже мою судьбу, что меня надо убирать. Ну, до этого, конечно, тоже были personal assaults, то есть персональное нападение и физические, и, так сказать, меня преследовали, записывали, снимали и так далее. Ну, это всё было, предъявляли, шантажировали и так далее. Ну, это всё делалось мной открытое, я делал заявление открытое, что нелегко в Грузии, сами понимаете. Но всё закончилось тем, что канал закрылся в 2019 году, и мне уже какой-то энный раз, так сказать, недвусмысленно дали понять, что я должен оставить страну. Вместо этого я открыл через три недели, буквально через три недели, новый канал, это уже товар и архиер, в Уставе, те люди, которые работали на Запад, давайте скажем прямо так, прозападные журналисты, работающие на западное будущее своей страны, они ушли из Уставе-2, и мы создали новый канал, он называется НТАВАРИАРХИ, на русском это переводится как главный канал. И за два месяца НТАВАРИАРХИ стал вторым телевидением страны по рейтингу, и сейчас таковым он является, уступая лишь ИМЕДИ, это канал Иванишвили, который финансируется примерно в 10 раз больше, чем товар и архиер, и разрыв, он где-то 5-6% по рейтингу, может 7, но это несопоставимо с тем, какая разница в финансировании. После того, как мы открыли этот канал, ну там все стало ясно, мы стали задачей номер один в Грузии для Иванишвили, не только мы, но критическая медиа, я считаю, что грузинская критическая медиа это самое эффективное оружие против Иванишвили, против русского режима Иванишвили. И на каком-то этапе он все-таки уже решил, что не время уже как бы заигрывать с Западом, не время ставить перед собой задачу разыгрывать демократию, как бы, и он решил, что уже время закрывать все критические телеканалы, начал он, конечно, с нас, и уже время прикрывать и самую сильную оппозиционную партию и так далее. В 2021 году он арестовывает Мишу, и в эфире уже появляются кадры Миши. Вы, наверное, все помните, как там его, в принципе, это антигуманные действия против него, что приравнивается к пыткам по конвенции и по внутригрузинскому криминальному праву. Мы все тогда гадали, вот почему они, собственно, это показывали в эфире. Потому что для них это было, конечно, проигрышно, потому что у нас были все, так сказать, эвиденсы, что там было нечеловеческое отношение к третьему президенту Грузии. Но сейчас уже ясно стало, что Иванишвили именно вот этим демонстрированием этих кадров, он сказал, что из грей-зон гибридного режима он переходит на открытый прорусский авторитарный режим. Потому что для тиранов, то есть для авторитариев, самая большая власть – это власть решать вопросы жизни и смерти людей. А то, что он показал, нам Иванишвили показал этими кадрами, это, конечно, его дееспособность в этом направлении. Это было, я считаю, так сказать, самое такое афишированное заявление того, что в Грузии авторитаризм в полнейшем смысле, и то, что они дважды или трижды уже крали до этого результаты выборов, и об этом Запад заявлял, но в таких мягких тональностях, это сразу же начало изменяться, потому что после этого уже последовали избиения журналистов, смерть одного из наших коллег после этого избиения, и избивала эта такая, так сказать, масса, которая была организована правительством, и полиция абсолютно не часто смотрела на все это. И после этого уже последовал и мой арест в 2022 году. Это было в преддверии решения вопроса статуса кандидата Евросоюза. И за один месяц до этого арестовывать одну и саму группу, так сказать, лидеров критического общественного мнения и журналистов в стране, ну, по-моему, было легко понять, что мы этот статус не получим из-за этого. Так и случилось, в принципе. Ну, дело в том, что сейчас Иван Шуэль проигрывает, проигрыш делает именно Януковича 2014 года, когда он не подписывал это соглашение ассоциации. Только он знает, что... 13-го. Да, 13-го, извините. Только он знает, как это закончилось для Януковича, и потому пытается как бы вынудить Запад, чтобы они сами же, так сказать, нам отказали. Сам отказывать он боится. Давайте немножко подробнее остановимся на том, что вы испытывали, когда были в тюрьме. То есть в каких условиях вы содержались? Были ли по отношению к вам применены пытки? Что вы ели? Какой у вас был распорядок? Было ли давление? Ну, давайте. Ну, во-первых, меня, так сказать, посадили в тюрьму из-за действий в коммерческом субъекте. Ну, что является абсурдом, конечно, потому что у самого коммерческого субъекта, то бишь у таких учредителей, которые были учредителями во время меня, а не после меня, потому что я же не могу прогнозировать, что скажут учредители после меня. Те, кто были во время меня учредители, у них претензий никаких не было, но, наоборот, я все делал, что я к нему согласен. И один из, так сказать, один из пунктов этого всего было, что моя семья пользовалась служебной машиной, ну, коммерческого субъекта. На самом деле в Грузии все пользуются служебными машинами, только государственными служебными машинами. Ну, это был куром на смех, потому и была такая реакция и внутри Грузии, и за границей нашей страны. Что касается пребывания моего в тюрьме, там все было, в принципе, нормально. Я был готов к этому, потому у меня большого, так сказать, стресса, в принципе, и не было. Обращение было сносным, вполне сносным и нормальным. То, что происходит с Мишей, это, конечно, абсолютно из другой оперы, так как с ним сначала же с ним поступили, вот как мы все видели в этих кадрах, потом его перевели в общую больницу, там ему устроили вот этот шумок, который длился 24 часа, неделями. Это все делали заключенные, другие заключенные. Конечно, это было оркестрировано администрацией и правительством, конечно же. Делали заключенные еще раз неделями, вы говорите? Это называется шумок. То есть они кричали и нецензурно выражались по отношению к нему. Они, конечно, его не видели, но вокруг, понимаете, вот как бы в центре стоит больница тюремная, которую переводить Мишу вообще нельзя было. Его надо было переводить в клинику, так сказать, гражданскую. Ну, его почему-то перевели в Гудани, ну, понятно, почему. Его там, так сказать, прессили очень сильно. И эта травма, она о себе, конечно, дает и по сей день знать. Там он даже не мог выключать свет, потому что когда он выключал свет в своей палате, они-то видели, что свет выключен, и они начинали кричать. И просто ему так не давали спать. А deprivation of sleep, то есть, когда не дают человеку спать, это тоже приравнивается к пыткам по международным стандартам. Ну, такое было очень много. И, конечно, Миша абсолютно другой масштаб. С ним обращались так, потому что это Михаил Саакашвили. Со мной было по-другому, со мной обращались нормально, потому что со мной коммуницировали только тюремные, так сказать. Тюремная администрация и тюремные работники. Я с Мишей, там работали вообще другие люди из безопасности и так далее. Закамуфлированный под тюремный, так сказать, персонал и так далее. И я, в принципе, был готов к этому. У меня была такая размеренная такая рутина. Главное в тюрьме себе, так сказать, сконструировать рутину. Это самое главное, чтобы как-то проводить время и не терять это время, которого там очень много. Я читал очень много, так сказать, в разные часы разную литературу. Была, так сказать, художественная литература, был нон-фикшн, был какой-то академик, потому что я международный юрист, специалист международного и грузинского, внутрегрузинского права. Я читал все, что я пропустил за все это время моей работы. Накопилось много. Я писал, много писал, потому что там приходилось писать рукой. Это требует больших усилий временных. И смотрел телевизор, в принципе, грузинские каналы, которые там вообще доступны для всех заключенных. Ника, скажите, пожалуйста, почему президент Зурабешвили помиловала вас и не помиловала Саакашвили? Это надо спросить у нее. Она объясняла это и с юридической точки зрения, что на него еще другие дела заведены. И как бы его помилование по этим двум делам, где он приговорен, в принципе, не имеет особенного значения, потому что он все равно останется в тюрьме. Это не так. Потому что Саакашвили, если помиловать его по тем двум делам, по которым он проходит как заключенный, в других делах он не признан, он не находится в предварительном заключении по другим делам. То есть, если его помилуют, он должен выйти. После этого, конечно, его вернуть обратно могут, но это цена вопроса, вы понимаете, что будет совсем другой. Сейчас его просто не выпускают из тюрьмы, а в другом случае, если он будет помилован, его должны вернуть в тюрьму. И цена вопроса драматически меняется. Это будет гораздо сложнее, чем просто сейчас его не выпускать из тюрьмы. Потому что я считаю, что Саакашвили должна его помиловать обязательно. Потому что тут вопрос гораздо важнее, чем, например, был мой. Потому что в моем случае я был политически заключенный, но с моим здоровьем все было в порядке. У меня не было риска умереть. Не знаю, в любую минуту. В Саакашвили этот риск присутствует. И эта катастрофа будет не только для жизни Саакашвили. Для меня, как для его друга, это очень важно, конечно. Нужна первоочередная важность именно в этом. Но катастрофа будет для страны тоже. Вы представляете себе, если умирает в заключении третий президент страны, сам президент Георгия. И без вопросов самый масштабный грузинский политик всех времен, как мы будем восприняты всем миром, и какой статус нам может светить, и какое членство Евросоюза. И скажите, пожалуйста, вот если остановиться подробнее на состоянии здоровья Михаила, что вы об этом знаете? Какие виды пыток к нему применялись и применяются? Вы сейчас уже кое-что обрисовали, но это ведь не всё. Плюс мы знаем, что отравление или было, или продолжается, и какого рода. То есть вот что конкретно с ним делают? Сейчас в этом плане у него просто поддерживают жизнь, потому что в улучшении его развития здоровья, в плане здоровья, никакого позитивной динамики нет. Ему просто поддерживают жизнь. А это не является, как вы сами понимаете, лечением. Это является просто поддерживанием жизни. Насчёт пытки, я уже сказал, что было. Пытки, так сказать, они прошли первые месяцы. Это, давайте скажем так, акты, которые приравниваются к пыткам конвенционально. И главное, что это оставляет, это посттравматический, так называемый посттравматический синдром. И самое главное, после посттравматических синдром невозможно излечить в той структуре, где эта травма и была причинена. Вот это самое главное. Это признано международным правом, это признано международными гайдлайнами по лечению ПТСД, то есть посттравматического синдрома. И для Саакашвили шанса, в принципе, излечиться и поправить своё здоровье в системе, пенитенциарной системе Грузии, как таковой не существует. По определению априори это невозможно, потому что он, хочет он этого или не хочет, он связывает, его психика связывает, любые индикации пенитенциарной системы Грузии, связывает, имманентно связывает с той травмой, которая была причинена в этой же системе. И вот это всегда возвращается в округе своей. Понимаете, это замкнутый круг. Его разорвать невозможно, кроме того случая, если он будет изъят из этой системы и помещен в другую систему здравоохранения. А в Грузии такой альтернативной системы, вы сами понимаете, быть не может, потому и мы сятоим на международное, так сказать, присутствие в этом плане, его переводе, говорим о его переводе в другую юрисдикцию, в другую здравоохранительную систему. После того, как вы вышли из тюрьмы, вам удалось навестить Михаила или нет? Конечно, мне удалось, потому что у меня лицензия адвоката, я являюсь его адвокатом, я был у Миши. Ну, хочу сказать, что это страшно, конечно. От него осталась буквально половина, буквально. И так просто продолжаться не может, понимаете? Ну, это невозможно. На это смотреть и это терпеть, просто по-человечески это невозможно. И если надеяться на то, что у Иванишвили будет какое-то осенение, такого не случится. Это я вам могу обещать, потому что это то же самое, что сейчас ждать, что осенит Путина, что он, понимаете, каннибарством занимается, и в один прекрасный день он это прекратит. Такого не случится ни в первом, ни во втором случае. Поэтому надо над этим работать, работать агрессивно и работать не только открытыми каналами и заявлениями, над этим надо работать и кулуарно, и, так сказать, надо надавливать. Мое мнение, например, что работа только, так сказать, Европейского Союза, американцев, даже украинцев, все-таки это недостаточно эффективно. Потому что вы должны понимать, что наказанием Саакашвили Иванишвили транслирует, понимаете, всему миру и демонстрирует, что он наказывает таким образом именно Запад и именно Украину. Это так и происходит. В принципе, Саакашвили сейчас символизирует и Запад. И наказание Саакашвили именно символизирует, как Иванишвили наказывает Запад. Или просто демонстрирует, что ему абсолютно все равно, что думает по этому поводу Запад. Поэтому я считаю, нужно подключать сюда стран регионов нашего региона, какими являются Турция и Азербайджан. Я все-таки считаю, что они могут сказать весомое слово в этом направлении и может, так сказать, ключ решения в каком-то смысле найти и по этим направлениям тоже. То есть Эрдоган и Алиев. А что для этого нужно сделать? Можете ли вы с ними встретиться или с их представителями для того, чтобы обсудить этот вопрос? Ну, у меня таких контактов в этих двух странах в принципе нет. Но я активно буду работать в этом направлении, чтобы встретиться. Я и здесь, так сказать, пытаюсь над этим работать и буду работать. И в западных направлениях, чтобы через, так сказать, были эти инструменты тоже как бы прощупаны. И, конечно же, есть люди, которые могут в этом направлении поработать и с Турцией, и с Азербайджаном. И коммуникация, конечно, она будет. Но я сейчас не буду рассказывать в деталях, как мы собираемся по этому направлению. Эрдоган и Алиев могут добиться выхода Саакашвили на свободу, чтобы Путин его отпустил, по сути, потому что ведь он является узником Путина. В принципе, каким-то образом это более возможно даже, если мы совокупим всех остальных акторов, то есть участников всей этой кампании. Ну, может, не более, но это было бы прекрасно, если бы мы смогли как-то, так сказать, в этот союз эти два государства как-либо связать с нами.